добрый вечер спасибо что пришли я не сильно надеялся что будет много людей потому что лето аэропорты переполнены сейчас сам только что с крыма вернулся увидел что битком забито и на въезд и на выезд все все отдыхают вот но у нас презентация книги я коротко про не скажу потом конечно лучше вопросы ответы потому что лучше отвечать на те вопросы которые вас интересуют книга по названию своему это цитата из другой книги из предыдущей суверенитет духа где собственно было тоже сказано о том что атомная бомба это менее важная вещь для любого государства чем мягкая сила что наши там философы поэты и так далее они гораздо ну вообще представители культуры они гораздо больше продвигают там имидж россии и делают россию любимой для многих людей в мире они страшный вот потому что проблема напугать как бы кого-то да у россии нет проблем вот заставить чтобы ее узнали и полюбили это большая проблема потому что очень долгое время этим не занимались а вот наши геополитические противники этим занимаются постоянно пугают благо средства массовой информации мировые находятся в их руках вот они это все делают книга составлена из лекций в основном но естественно под редактированных там внесены правки куски там целые абзацы убраны повторы и либо коротко сказал про каждую из этих лекций читать можно совершенно отдельно эти все вещи друг от друга первое это о пользе его идея геополитики очень модная наука но уже последние там наверное 20 лет раньше советское время мы про нее ничего не слышали сейчас появилось огромное количество книг учебников по геополитике статей всевозможных разъяснений и в основном совершенно комплиментальном духе что это вот такая самая правильная наука она нам все объясняет почему вот так вот действуют государства в мире исходя из каких закономерностей и соответственно предлагают нам таким же образом действовать вот эта лекция посвящена там коротким до основам этой геополитики но она не столь радужно таскать по отношению к перспективам применения геополитики нашим государством в отличие от практически всех публикаций которые у нас последнее время появились и книг и статей до знать мышление геополитическое нужно придумано оно было именно англосаксами и они действительно исходят из тех предпосылок которые там есть но мы исходить из этих предпосылок не совсем скажем так можем не не всегда и не везде вот и нужно скажем так опасаться того чтобы геополитика стала основой для наших международных действий каких-то вещей потому что это не наш путь скажем так а уж какой путь это уже из книги узнаете вторая это вторая большая часть лекции сразу 6 это и про информационные войны собственно как они оно все устроено что такое информационная война почему эти информационные войны велись на протяжении всех тысячелетий это не только там современное новомодное понятие то что это все время применялось в течение всей истории короткая лекция про идеологию но это касательно нынешней ситуации исключительно того что что у нас сейчас там происходит дальше лекция про то как строятся сами компании информационные потом лекция о том как средства массовой информации в этом работают организационные моменты роль вот этих некоммерческих организаций в этом всем почему именно они стали основной данной силой информационных войнах ну и короткая это публичные дискуссии которые могут быть как в интернете так и в средствах массовой информации вот следующая лекция это консерватизм что такое консерватизм здесь рассказывается не только про консерватизм вообще про все идеологии которые у нас есть со временем нового времени так называемого со временем эпохи просвещения их три основных это и микса то есть когда три основных связаны друг с другом описаны признаки этих идеологий и там собственно существует и консерватизм но консерватизм посвящено гораздо больше внимания для того чтобы было понимание что это именно такое и каков он на современном этапе нынешний консерватизм радикально отличается от предшествующих консерватизмов и у него другие совершенно актуальные задачи если коротко то эпоха просвещения объявила войну трем очень важным ценностям это бог и противовес ему выдвигаются стихи и природа так далее это самодержавие или там монархия это любая единоличная власть противовес ему выдвигается естественно власть парламента или власть там майдана как самом крайнем случае и третье это власть мужчин мужчины отца добытчика того кто обеспечивает семью и так далее и соответственно противовес этому выдвигается мульти мультисексуальность самая различная до которая должна это все заменить и просвещение ранее полагала что все держится на боге и собственно основной фронт борьбы в 18 веке был развернут в этом направлении убираешь бога рухнет все остальное все их остальные враги потом через некоторое время они посчитали что главное это политика чтобы все-таки всего лишь идеология а вот политика это реальное отношение власти и нужно рубить головы царям устраивать революции для того чтобы собственно прийти к такому хаосу который нужен и наконец после второй мировой войны устами философов постмодерна было провозглашено что смерть кощея так сказать находится в яйце то есть находится она вот как раз семейных отношений микропрактиках и вот тогда была объявлена собственно тотальная война прежней сексуальности прежним половым ролям началось продвижение идей собственно вот этих лгбт но и так далее так далее и в общем то в каком-то смысле оказать эти философы постмодернисты правы потому что действительно пока существует традиционная семья будет воспроизводиться и традиционная власть и будет воспроизводиться религии а вот если там произойдет разрушение то возможно уже ничего никуда не воспроизведется и нужно ли нам всем это это большой большой вопрос следующая лекция то кто такая элита немножко неправильно названо что такое элита назвать да там собственно приводятся различные ответы на вопросы которые давались в разных культурах это и греческая культура это и библейская культура это и наша новоевропейская культура и все они как оказывается да с довольно солидарны в одном что элиту элиты делает специфическое отношение к прошлому и вообще историческое мышление как таковое грубо говоря люди делятся на продольников и поперечников одни живут что называется настоящим как дает нашу как наша реклама провозглашает и просит живи настоящим там не думая о будущем не заботься там прошлое там тебя тоже не должно волновать мучить и так далее значит мы соответственно человек общество превращается в такой лангтон который колышется на поверхности моря пена так называемый как говорил слиттердайк и утрачивает историческое измерение а у элиты именно историческое измерение есть это всегда было специфическое именно особое благодарное отношение к прошлому культивирование этого прошлого всегда попытка восстановить это прошлое заботиться о нем и и вот как раз на самых различных примерах это показывается и последняя часть книги это различные ответы на вопросы иногда короткие иногда подробные которые вот в актуальном режиме люди спрашивали в интернете либо на самих лекциях домой нам мировой кризис там про навального пропозицию значит суверенитет там в общем все там разные актуальные вопросы тут перечислять не имеет смысла тут их там с десяток перечислен где там как-то коротко на это все стараюсь ответить естественно это тоже все находится связи с но всеми предыдущими текстами а читать все можно в любом порядке как вам захочется потому что это ну как бы не единая концепция ну и концепция и точнее единая а не не единый текст где вот есть там какое-то введение что нужно сначала одно понять потом другое на самом деле можно зацепиться за что-то читать начало до конца вот собственный краткий рассказ о том что это такое что за книга вот сейчас еще мы с дмитрием лабановым готовим ряд тоже в издательстве в этом же сам еще ряд книг 1 будет посвящена российско-китайским отношениям следующем году будет книга российско-индийские отношения тоже материалы для нее копятся китайская уже фактически написано все она сейчас просто там проходит определенные лицензирование скажем так вот и и потом будут видимо книги по политтехнологиям там еще философская есть книга тоже в планах чисто философская может быть тоже в этом году даже успеем ее выпустить ну так что всегда буду рад также встретиться сказать сейчас с удовольствием отвечу на ваши вопросы еще два слова про книгу если можно скажите пожалуйста как на ваш взгляд для кого она в первую очередь понятно что для всего профессионального человечества но тот самый читатель которому совершенно необходимо почитать ну вообще ее читать может в принципе любой человек потому что написано на таким простым языком поскольку это были в основном лекции да еще и для большей частью для довольно не подготовленных ну как бы студентов до которые в общем в основном там первокурсники иногда технические дисциплины были какие-то у них не специально к этом гуманитарная подготовка нужно было вот то самый широкий круг читателя может быть а какую-то специфическую аудиторию я для себя не выделял вообще думаю что в основном это все-таки люди которые интересуются тем как у нас устроена вообще власть политика в основном это все все люди которые интересуются политикой начиная там самых молодых окончает там там пожилыми и кем угодно потому что это механизмы политики раскрываются на собственном опыте потому что всю свою жизнь в общем-то в самых разных местах это политического поля работал и как консультант то есть политический там политтехнолог и как политолог и как чиновник и как бы со всех сторон ну и поскольку у меня есть друзья там и депутаты и законодатели политики соответственно с ними работают из политическое поле я знаю абсолютно со всех сторон и считаю что это уникальный опыт потому что у нас очень многие люди занимающиеся политикой имеют только одностороннее об этом представления это могут быть журналисты или чистые политики и так далее но вот поработать чиновникам безусловно необходимо чтобы понимать как функционирует государство и политтехнологом и так далее здесь вот этот опыт мне кажется он отражен и это книгу делают но не то чтобы там уникальный но своеобразный то есть те книги которые есть на эти же темы они либо совсем научные но имеется ввиду научные здесь меня тоже она не антинаучная имею я имею ввиду что у них подход такой подход человека которых пишет это подход такого кабинетного ученого который прочитывает 20 статей и пишет 21 вот с цитатами там с различными сравнениями да с какими-то вот чисто такой но в научном таком дискурсе может быть это как раз интересует каких-то исследователей но это не не то что мне кажется нравится читателя больше всего вот есть те кто просто отстаивает определенные взгляды свои то есть пишут просто с политических позиций понятно что здесь моя политическая позиция тоже представлена это тот самый консерватизм про который я говорил вот но я старался не заниматься такой вот пропагандой идеологической потому что все что здесь есть это ссылки в общем-то на известных там ученых политиков то есть на факты и на аргументы не просто какая-то голая пропаганда ну про геополитику я частично уже сказал что как бы против такого мейнстрима переоценки геополитического мышления нас про консерватизм и его место тоже ну по сравнению с той политологической литературы которая есть опять таки я не скажу что моя как бы там концепция противоречит этому но скорее нам кажется просто более просто лучше все объясняет мне кажется что каждому кто прочитает ну тут будет абсолютно понятно что такое консерватизм потому что если брать просто лозунги консервативные то будет очень слишком все пестро будет непонятно лозунги менялись на протяжении столетий консерваторы друг от друга очень сильно отличались вот потому что была актуальная политическая повестка и каждый в ней работал здесь я старался вот это все убрать за скобки актуальную политическую повестку и в общем-то объяснить все на другой матрице вот что касается информационных войн вот этот курс вот это цикла лекций то здесь тоже все упаковано в одном месте потому что про сми можно отдельно где-то прочитать про нкао там можно отдельно где-то прочитать а когда все все про информационные воины в одном месте тоже вот кажется что здесь как раз как раз и содержится вот в общем то определенное своеобразие такого книги есть лицо собственное читатель это почувствует когда прочитает я если у нас есть вопросы когда я был молодым меня были очень радикальное воззрение по этому поводу что мы Мы должны заниматься всевозможными информационными диверсиями, вмешиваться во внутреннюю политику других государств и вести себя примерно так или даже лучше, чем ведет себя Америка по отношению к другим странам. Мало того, что мы легко можем освоить то, что делает Америка, и мы это освоили в 90-е уже годы, более того, мы там получили уникальный опыт и на выборах, и везде, для того, чтобы это сделать не так грубо, как делают американцы, а потоньше и поинтереснее. Книга «Американское сало», которая издавалась в 2008 году про украинскую эволюцию, про первый Майдан, это была такая книга-проект, книга-учебник своего рода, как бы Россия могла себя повести в Украине. Там прям это в качестве такой утопии, роман-утопия, которая начинается вроде как в настоящем периоде, начинается она как бы во имена Майдана первого киевского, пятого года, а дальше как бы такое будущее, как бы Россия могла там всю ситуацию по Украине перевернуть. И у меня был проект, к которому я, так сказать, относился в администрации президента, что давайте всех политтехнологов, раз у нас уж выборы отменили губернаторские и Госдуму одномандатных, и всех освободившихся политтехнологов бросим на украинский фронт. Цена вопроса была гораздо меньше, чем мы теряли на всевозможных газовых и прочих войнах. То есть там за миллиард можно в Украине избрать любого пророссийского президента, любые пророссийские силы и сделать так, что они не захотели бы вступать в ЕС, в НАТО и так далее. Таких людей было бы там 70%, и русский язык бы ввели, тогда как там Газпром несколько миллиардов терял от этих плохих отношений с ними. Много было других интересантов, но этот проект там никто не акцептовал. Было много других идей, сайт медиа-активист я делал, который провел много акций в Прибалтике, в Грузии, мы там даже обрушили серверы правительственные. Это все было. Но мудрый Владимир Владимирович нам все время показывает и утверждает, что мы не вмешиваемся, в отличие от Америки, во внутренние дела. И мы смотрим сейчас, как действительно резко меняется образ Америки в мире, как она теряет моральное лидерство, как за короткими эффектами, которые она достигает, неминуемо через некоторое время возникают эффекты длинные. Да, можно легко там разобраться с каким-нибудь Ираком или с Ливией или с Украиной, но потом будет очень большая отдача и по всему миру в том числе, а не только в данных территориях. И вот Россия в этом смысле более стратегично мыслит. Хотя при этом это не означает, что я отказался от большой части идей по поводу продвижения нашей культуры и нашего гуманитарного влияния. По-моему, Рикер говорил, что чужой это тот, про чью историю я не знаю. Невежество в отношении России в мире очень большое. И нам ничто не мешает, без всякого вмешательства о внутренние дела, без устройства там оранжевых эволюций или каких-то других эволюций, без устройства там каких-то диверсий или еще чего-то. Просто продвигать нашу историю, нашу культуру, нашу современную философскую, политическую мысль о наших современных авторах. Это, допустим, французское посольство спокойно делает. Они все время датируют переводы через различные фонды своих философов, своих публицистов и так далее. Они у нас переводятся, они у нас продаются. Почему мы не можем наше посольство по всему миру, например, переводить наших писателей? До того же Прилепина, до того же Пелевина, я не знаю, кого угодно. Много есть хороших писателей у нас, которых можно переводить. Да, можно точно так же наших переводить и публицистов, и политологов, и философов. Потому что палитра, которая у них там, в этом плане, она очень скудная. Сегодня в мире, с точки зрения общественных дискуссий, философских дискуссий, вообще каких-то мировоззренческих, Россия является самым интересным местом. Здесь представлены самые интересные взгляды, здесь открыто говорят самые различные политологи, спорят, дискутируют и так далее. Такого разнообразия ни в одной другой стране мира нет. Поэтому мы могли бы это, что называется, продавать, потому что это будет людям очень интересно. Спасибо, еще вопрос. В карте Сософии, скажите, пожалуйста, два вопроса, если можно, оба большие, на самом деле. Как вы считаете, вы предоставлены в зоологию, как вы считаете, сформировалась ли, наконец, сегодня, современная идеология России, во-первых? И если мы говорим об инфекционных войнах, можно ли это победить сегодня? Как вы говорили уже о том, что Америка сдает позицию, можно ли сказать, что мы убеждаем уже сюда? Ну, долго, да, говорили о том, что Россия должна придумать некую национальную идею и так далее, но на самом деле тут жизнь сама за нас, что называется, решила в плане вот этого же самого консерватизма. Когда симпатии к России в мире стали действительно крепкими, когда появились политики, которые нас открыто поддерживают, выступают, говорят, пусть это не главные политики, не политики мейнстрима, а именно тогда, когда Путин открыто стал заявлять о традиционных ценностях, консервативных ценностях. Вот это большой пласт консерваторов по всему миру. Это всемирная историческая идеология, то есть ненациональная идея, против чего я всегда выступал. России не нужна национальная идея. Россия всегда шла к миру с большой всемирной исторической миссией, будь то христианство, а если там еще дальше копнуть, там тоже вот прото-индоевропейское мышление, чем я активно занимаюсь сейчас в качестве преподавателя философии. И можете посмотреть в Ютубе, там есть, например, пара роликов с моими лекциями, которые вот этого всего вообще не касаются. Это именно прото-индоевропейское мышление. Там, например, «Введение в Гераклита» такой ролик, вот можно его посмотреть, это вроде бы философия, но в то же время там рассказывается о таком, о вот этом самом прото-индоевропейском мышлении. Потом христианство, да, как я уже сказал, потом коммунизм даже, который был очень органичен, наш коммунизм, да, вот этот российский, да, был нам очень органичен. И это всегда были идеи, которые могли бы найти сторонников в любой части света, в Африке, в Латинской Америке и так далее. То есть я против того, чтобы Россия была страна-эгоист, которая говорит, у нас есть собственные интересы и больше на всех остальных мы плюем. Мы так не должны делать и просто не можем, потому что такой какой-то у нас менталитет и так далее, хотя это тоже так же. Но это в конечном итоге является и вредным для нас, такой подход. Это просто жизнь по принципу уголовному «умои ты сегодня, а я завтра». Поэтому можно, конечно, там разрушать другие государства, что-то делать, но в итоге все это обернется против нас, как это оборачивается против Америки. Вот поэтому мы сами набрели на этот консерватизм, и мы его должны активнее продавать и предлагать, но для этого нужно ему придать современный вид. Потому что, грубо говоря, ИГИЛ – это тоже консерватизм в каком-то смысле, но мы не должны быть ИГИЛовцами. Это совершенно другая тема. И если мы придадим правильный вид этому консерватизму, то у нас будут сторонники везде. Я еще раз повторю, и в Индии, и в Китае, и в Латинской Америке и так далее. И он должен быть интегральный, исторический, и не только касаться актуальных вещей, но и действительно быть такой всемирной. Поэтому ответ на ваш вопрос такой. И эта идеология, которой Россия может следовать, и с которой может идти, она находится как раз сейчас в стадии формирования. И в ближайшие несколько лет с усилением России мы эту идеологию окончательно предъявим миру. Трудами самых различных наших политологов, иософов, которые каждый разрабатывает какую-то часть своего направления. Что касается победы в информационной войне, мы посмотрим, как сейчас пройдет предвыборная кампания в Америке. И каким изменениям в мире это будет происходить, будет приводить. Мое убеждение, что Америка находится в цунг-цванге, любой ход для нее хуже. Различие между Клинтон и Трампом в том, что будет разный вид конца, так сказать, такого банкротства исторического. Собственно, ничего страшного в этом нет. Все страны такие банкротства переживали. Мы переживали банкротство СССР с Америкой. И такое банкротство тоже может случиться в том или ином виде. Потом она там, видимо, какая-то обновленная выйдет из этого всего. Но в том духе, в каком она сейчас существует, конечно, она существовать дальше не может. И я здесь не сторонник подсчета долларовой массы, кредитов и так далее. То есть у нас очень много экономистов пишут на эти темы. Я, во-первых, не экономист, поэтому мой подход сугубо такой исторический, философский. Я посмотрю на дух, который есть у американцев. Я сейчас долго путешествовал по Америке в декабре, в январе. Практически там посетил все основные города, ряд штатов, общался с местными политологами, с простыми людьми. Внутри нее есть в самой Америке те силы, которые выступают против ныне действующей, так сказать, правящей элиты и их мировоззрения. И сами американцы будут там с ними разбираться даже без нашей помощи. Потому что консервативная Америка довольно сильна и она, так сказать, ищет там тоже свой какой-то выход. Ну и там очень много других центробежных разных тенденций, которые нынешняя элита американская пока не понимает, что с ними делать. Поэтому, безусловно, там какое-то переформатирование произойдет. А мы уже просто будем этим пользоваться, как, собственно, и всегда пользовались и сейчас пользуемся. Это не наша какая-то будет большая победа, хотя вклад в эту победу, естественно, мы тоже вносим. Есть еще вопросы? Какие уже есть успешные выявления ценностей? На данный момент, что мы можем вообще поставить? Дело в том, что такие глобальные системы, как Голливуд, а Голливуд это не просто там улица. Кстати, жутко разочаровывающее производит впечатление. То есть всякий, кто едет в Голливуд, все-таки думает, что это вот то, да, действительно, где там всякие звезды ходят, где шикарная какая-то жизнь и так далее. Все это, наверное, было где-то там в 60-х, 70-х годах, может быть, в 80-х. Сейчас это место очень непрезентабельное. В общем-то, совершенно непонятно, почему это какой-то там идеологический центр мира. Очень грязная, с огромным количеством совершенно непонятных людей, которые там присутствуют. Никаких звезд там нет. И они, по-моему, сбежали оттуда все в ужасе уже, типа по окраинам там прячутся. Поэтому ему даже противоставлять ничего не надо. Вот сними Голливуд, как он есть, на камеру и покажи про него всем нашим девушкам фильм. Про всех этих негров, которые там ходят по Голливуду и торгуют трусами. Значит, про грязные, страшные улицы, про каких-то проповедников баптистских, которые бегают там по этим улицам и орут в мегафоны, что вы здесь находитесь в Содоме и Гаморе, покайтесь немедленно и так далее. Вот. Сувениры эти, которые там совершенно китчевые, да, которые там везде продаются. Сама улица, она вообще там метров 200 и в ширину она вообще там меньше, чем этот магазин. Вот это, ну вот, просто все это показывая, рассказывая, да, людям. И все скажут, ой, так это вон оно что. Но здесь, конечно, вопрос о фильмах, да, больше. Мы не можем строиться, и это невозможно. Никто нас не пустит вот в эту систему. Они создавали свою систему создания фильмов. Их рецензирование, раскрутки, рекламирование, проката по всему миру. Равно, как и самого контента, который должен быть специфическим весьма. То есть, как раз-таки тоже кинематографический язык должен быть понятен для зрителя любого, даже без языка, что называется. Почему экшен везде в голливудских фильмах? Ну, чаще всего присутствует. Вот. Это все их образ. И нас, конечно, там никто не ждет. Если кто-то их ждет, то в качестве какой-то экзотики, либо когда мы там сами на себя клевещем. Когда какой-нибудь Кончаловский снимает фильм о какой-то российской глубинке, где люди там в нищете какой-то живут, это да, это они покажут с удовольствием. Вот. Поэтому для таких глобальных проектов, как Голливуд, значит, мы должны альтернативно создавать, ну, условно говоря, не менее глобальные проекты. То есть, возрождать наши фестивали. Когда-то, допустим, московский фестиваль кинематографический был действительно всемирным, и получать его награды было престижно для всех режиссеров зарубежных. Феллини, например, получал награду и гордился, и так далее. Сейчас престиж очень сильно упал. Мы начинаем подражать Голливуду, мы пытаемся снимать фильмы, как в Голливуде их снимают, и так далее. А это заранее проигрышная история. Поэтому нужно, естественно, к этим вопросам концептуально подходить, брать, смотреть и на кинематографический язык, и на системы проката. Причем, опять-таки, не повторять Голливуд. Если они идут через продажу фильмов через кассеты и кинотеатры, может быть, нам придумать совершенно другую систему дистрибуции как раз в интернете. Да, это будет проблема с авторскими правами. Как, типа, будут зарабатывать режиссеры, если они не торгуют кассетами? Может, мы будем, давайте, зарабатывать на продакт-плейсменте? Или еще что-то. То есть тут другие альтернативные способы могут быть заработка. То есть совершенно другая концепция должна быть. Успешных кейсов такого продвижения наверное, нету. То есть это как раз большая проблема, что мы этим не занимаемся. Наш МИД никогда не был под это заточен, чтобы заниматься нашей культурной политикой. Если даже политические вопросы МИД у нас очень слабо до недавнего времени затрагивал, освещал, их задача была сидеть и писать депеши в центр о том, что происходит в стране, но никак не влиять на ситуацию. А уж культурное продвижение было совершенно очень плохое. Когда создали Россотрудничество, казалось, что Россотрудничество может что-то изменить в этой сфере на основе бывшего вот этого Росзарубежцентра. Но принципиально там ничего не изменилось с тех времен. То есть это деньги бюджетные идут на аренду, на зарплату, и организация каких-то там выставок, дней Булгакова, дней Гоголя, или еще что-то, куда приходят старые друзья России попить чайку. То есть это не дает какого-то гигантского нормального эффекта, который бы мы хотели, чтобы был. Все мы хотели. Поэтому, конечно, это все нужно и другими деньгами действовать, и переформатировать это все, и подключать наших олигархов, которые имеют определенные интересы в тех или иных странах. Просто мы очень много имеем интересов по всему миру. Наши олигархи давно стали транснациональными. Но подход их никак не не похожи на действия транснациональных олигархов американских. То есть если есть американская компания ExxonMobile, под ней работают целые институты, под ней работают некоммерческие организации, куча пиарщиков, куча журналистов, которые в стране поисутствии этой компании занимаются тем, что продвигают ее интересы. У нас такого нет. У нас еще раз повторяю, они не теряют на этом больше. Вот там в прошлом году была история. Наш Дерипаска вложился в такую страну, как Черногория. Там, по-моему, завод какой-то купил и порт построил. То есть вложил туда миллиарды долларов. Миллиарды долларов. А лидер страны Джуканович, который плотно аффилирован с натовскими структурами, с евросоюзовскими, который страну тянет в НАТО в противовес желанию всего населения, потому что население хочет дружить. Ну, это сербы, собственно говоря, они хотят дружить с Россией, любят Путина и так далее. А он переламывает эту всю ситуацию. Ну, вот значит, чтобы какой-то ущерб русским нанести, он там что-то какие-то действия прикрынил. Я детально не вникал, но, в общем, какие-то миллиарды Дерипаска там просто потерял. Ему пришлось судиться в международных судах, нанимать там огромное количество дорогих адвокатов, что-то он там отбил. Ну, вот можно ли так себя легкомысленно вести? Вот. Ну, если ты уж пришел туда, да, причем на почву, которая очень благоприятна. Сербы к русским относятся прекрасно. История черногорско-российских отношений за 200 лет, там, за 300 лет прекрасна. И там нужно немного было, да, чтобы подкормить тех же вот людей, которые настроены на это. Или даже вот ту самую как бы цветную эволюцию там сделать против Джукановича, который погряз в коррупции, который связан с итальянской мафией, который там торгует сигаретами там и чего там только нет. Уж, так сказать, выставить его как такого местного Януковича, да, ну, опросов не было. И цена-то вопросов всего там для Дерипаски это просто взять из кармана, достать и... это... Но вместо этого он взял и позволил значит, себя там возить мордой об стол. Ну, вот нет традиций, нет понимания того, как это надо делать. Так же можно в других странах посмотреть, как делается. Олег Анатольевич, я на право предыдущего хочу задать вам неожиданный вопрос. Заранее прошу прощения, если он слишком для вас не отвечает. Скажите, пожалуйста, вы играете в компьютерном виде? Нет, не играю. Меня сын немножко там научил, как-то. Я сам никогда этим всем не интересовался, не... не брался за это. Хотя в начале 2000-х годов, когда тема, ну, я увидел, что она, насколько она в моде, как молодежь этим всем увлекается, я тоже в администрацию президента приносил соответствующие проекты. То есть компьютерные игры, которые были бы на основе нашей истории. И вот, пожалуйста, это можно разрабатывать. Есть люди, которые готовы это разрабатывать, да, есть люди, которые ждут инвестора просто. Сами, программисты, которые этим готовы заниматься. Вопрос не заинтересовал, опять-таки. Это играет молодежь, они не голосуют, они не избиратели и так далее, и так далее. Вот. Потом стали появляться такие игры с условным таким патриотическим содержанием. Ну, это просто потому, что сами ребята, программисты поняли, что это может быть более востребованными. о том, какие существуют игры, я просто у сына узнал, поэтому я имею представление, что это такое. Но времени мне нет на это тратить возможности. А вы находите, что компьютерные игры, которые так увлекают людей, не только молодых, и так сильно влияют на это сознание, по большому счету, это и есть новое слово национальных войнов, и что на самом деле Гориул с его фильмом, это уже вчерашний день, а сегодня это как раз такие компьютерные игры. То, о чем я и говорил, то, о чем я и говорил. У нас есть ряд людей, которые начали эту тему продвигать, но как правило это недостаточное усилие для того, чтобы действительно захватить какую-то большую часть рынка этих игр мировую. Хотя вот белорусы же сделали танчики, да, танчики сделали белорусы, и в общем-то у них очень успешно все это произошло, но это опять-таки государственная политика. Батька эту тему начал вести с середины нулевых годов, с 2005 примерно года, и тогда он там создал такой небольшой технопарк, привлек действительно компьютерщиков, которые айтишников всевозможных, которые стажировались, съездили на запад, приходили обучение, даже возник через некоторое время бренд белорусский программист, это тот, кто работает недорого, да, но качественно и неплохо, вот, но это было все сделано благодаря, вот опять-таки, усилиям государства, не, и вот эти танчики, они не случайно возникли ни на пустом месте. Ну, наверное, если отвечать на предыдущий вопрос, наверное, пример успешного успешного кейса, это как раз World of Tanks. Ну, да, это успешный кейс, только не наш. По-моему, в прошлом году, осенью, да, создатель, ну, или хозяин этой фирмы стал миллиардером, поэтому, конечно, успешный кейс во всех отношениях, и в коммерческом, и в идеологическом. Но, опять-таки, почему не мы это сделали? Хотя, ну, идеи эти все были, я могу прям конкретно фамилией назвать, кому это в администрации президента лоббировало, так сказать, дел. И, ну, не сказать, что совсем не услышали. Тот же, например, Рыков этими вопросами стал заниматься, да, он эти проблемы раскручивал, но у него недостаточно инвестиционных ресурсов для того, чтобы это, как бы, серьезно толкнуть на мировом рынке. Спасибо. Еще вопрос. Такой вопрос, что такое современный русский консерватер? Ну, это слишком большое. Если вот говорить о том, кто называет себя этим именем, тут очень пестрая, очень палитра людей, вот, которые зачастую вообще никакие, даже иногда и не консерваторы. Поэтому ответить на этот вопрос коротко невозможно. Просто нужно делать целую гигантскую обзорную лекцию и половину из так называемых консерваторов разоблачать, как лжеконсерватор. Вот. Прежде всего тех, кто значит, в оппозиции к власти. А таких консерваторов у нас очень много. А консерватор настоящей оппозиции к власти быть не может. Это мое глубокое убеждение. потому что это просто противоречие в терминах для меня. Человек, мечтающий о каких-то консервативных революциях, как он говорит, или еще о чем-то. То есть это все обсюмороны такие. Поэтому коротко вам такую картину русских консерваторов представить сейчас просто не представляется возможности. Я знаю этих всех людей, которые под этим брендом пишут, что-то говорят, выдают себя за этих самых консерваторов. Можно просто это отдельную лекцию делать про каждого из них, что в них консервативного, что не консервативного и так далее. Это невозможно ответить. Друзья, время идет быстро. У нас осталось время на еще кратный вопрос. Если они не выгоняют, так можно еще написать. Я напомню для тех, кто подошел в зале, что у нас проходит встреча с известным российским политологом, философом, профессором бывшей школы экономики Олегом Анатольевичем Матвечевым. Мы представляем сегодня ее новую книгу «Информационные войны XXI века». Так, вопросы? Скажите, пожалуйста, а что делать с нашей эритой, которая исповедует не те ценности, а натовные ценности, и как общество может повлиять на эти вещи, что оно может сделать? У нас действительно определенная часть элиты, пусть она даже небольшая, если совсем про небольшую часть говорить, она просто откровенно работает против страны, она связана с различными в прошлом или в настоящем различными структурами, которые их украиняют в других странах, и соответственно они в общем-то и не считают, что здесь в России есть какое-то будущее и так далее. Есть такая часть, но она не является у нас доминирующей. Если мы говорим просто о людях, которые считают, ну скажем так, не то, чтобы западный проект, а неолиберальный проект, который моден последние 25 лет или 30 лет на Западе, как бы считают для себя приоритетным, правильным, подходящим для России и так далее, ну что мы можем с ними делать? Каждый человек имеет право на то, чтобы быть в чем-то убежденным. поверьте, аргументы этих людей и в экономике и в чем-то другом, они вполне себе достойны. Если начать с ними всерьез дискутировать, то обнаружится, что половина наших условных патриотов или националистов или еще они проиграют им в споре на первом же минуту, что называется, просто потому, что их аргументация будет слишком поверхностной или построенной на огромном количестве мифов и заблуждений. Эта часть людей, которые придерживаются этого проекта, она в принципе в обществе и в государстве должна для баланса существовать. Поэтому я бы с ними ничего не делал. То есть если делать что-то с какой-то частью, которая непосредственно работает по заданию спецслужбы или аффилирована с ними, то тогда это просто деятельность, называйте ее шпионажем, диверсионной и так далее. К ним, если это доказано, нужно применять какие-то законные меры, как это во всех странах присутствует. ограничивать их деятельность, если они слишком хитрые и выдают свою диверсионную деятельность за обычную гуманитарную. Как это и делалось, когда законы об НКО применялись, новые были приняты и стали применяться. Обычные другие западники, пусть остаются, нужны дискуссии с ними. Если вы в чем-то их переубеждаете, вы должны переубеждать аргументированно, я не сторонник каких-то мер репрессивного характера против них. Люди имеют право и они несут определенную функцию. Для меня гораздо опаснее люди, которые выдают себя за друзей России, ярых патриотов и националистов, а на самом деле Россию разрушают. Грубо говоря, Навальный какой-нибудь это весьма полезный субъект. Его Кремль использовал много раз и думаю еще будет использовать в том числе и для того, чтобы решать ряд своих каких-то вопросов. Как на выборах это было, когда нужно было мобилизовать людей против этой болотной площади. Подробности этого я в книге рассказываю. Там есть глава Навального небольшая, где рассказывается о том, как Кремль его использовал и использовал. А какие-то националисты, которые говорят о том, что они друзья России, но при этом сеют межнациональную рознь в нашей многонациональной стране, это действительно опасные люди. Я бы с ними разбирался, причем независимо от типа национализма, который они используют. То есть националисты, неважно в данном случае, татарские, кавказские, русские, они все в этом смысле являются врагами нашего государства. Потому что взаимно критикуют друг друга и усиливая градус противостояния в стране, они его естественно ослабляют государство, государство острабляют и могут и разрушить. Поэтому все законы об эстремизме и так далее нужно применять и не бояться этого. Но опять-таки без вот этих тенденций, тенденциозности, когда грубо говоря, русского националиста хватают, а какого-нибудь условно чеченского не хватают. Говорят, не, ну он там типа вот выступал и тут же какой-нибудь Рамзан Кадыров за него начинает заступаться. Вот этих вещей не должно быть. Если какой-то начинает рассказывать, что там нужно каких-то русских убивать или там что-то с ними делать, сидит в Чечне распространяет какую-то литературу или пишет о чем-то, никакое слово Рамзана не должно его прикрыть. Его должны извиняюсь за выражение ласты скрутить и отправить куда следует. Точно так же как и с русским националистом, который занимается тем же самым и проповедует какую-нибудь там нелюбовь скажем так кавказцам и требования их там отделить от России или еще что-то. Александр Анатольевич, у меня вопрос наверное в таких большевых категориях. Книга она из области настройки и может ли развитие этой нашей настройки в информационном плане развития России и ее успехи в продвижении своих ценностей и идей каким-то образом улучшить базис то есть нашу реальную жизнь и возможно ли это без улучшения базиса ну или по-другому пластмассовый мир ну я не приверженец рассуждению в базисах и настройках в этих терминах потому что считаю что развитие истории это развитие духа развитие там сознания человеческого и так далее и именно оно и влияет потом на возникновение научных открытий как технических так и гуманитарных и которые собственно толкают вот эти производительные силы базис так называемый вперед вот экономика это действительно некий детерминатор и терминатор этих всех сил то есть она их действительно ограничивает это действительно такие гири большие на ногах у духа и если только вот в этом смысле они определяют ставят пределы но это не значит что мы не должны ну должны заботиться только об экономике именно во многом благодаря вот этому советскому менталитету что экономика первичная и мы давайте вот сначала там сделаем хорошую некую жизнь а потом уже там возьмемся за какие-то духовные вещи и мы проигрываем этих самых информационных войн именно поэтому мы не являемся но являемся жертвами информационных войн по сравнению с теми ну не по сравнению точнее а мы точка мы точка привожения мы объект этих информационных войн и диверсии информационных ну для большого круга мировых читателей мировой публики но прежде всего европейской потому что нам сейчас очень критически важно именно Европу перетянуть на свою сторону мы это делаем медленно по социологии которую я располагаю каждые полгода где-то примерно на 10 процентов число сторонников России и Путина в Европе прибавляется я имею ввиду конечно Европу больше старую то есть это Германия Франция Италия там скажем в Польше вряд ли прибавляется какое-то количество сторонников там своя совершенно история своя история взаимоотношений вот то есть работа определенная ведется но недостаточно и мы никогда не не были в истории образцом какого-то богатого и зажиточного экономического благополучия и скорее всего никогда не будем это нужно четко понимать не такая у нас страна по различным условиям чтобы чтобы это было там нам говорят вот там какие-то Эмираты арабские они тоже там получали доходы от нефти посмотрите как они там живут посмотрите какое у них население какое у нас посмотрите какая у нас огромная страна у них дорогу построить 100 километров таких дорог вон сколько строим и вынуждены строить для того чтобы границы защищать нам нужно сколько там содержать армию нам нужно содержать третью по величине армию мира, а это все, это не, это затраты расходные, ну, как бы, расход чистой воды, вот, а арабским это не нужно делать, и так далее, у них много чего можно не нужно делать, и так вот, по каким странам ни посмотри, там везде будут такого рода вопросы и проблемы, да и не надо, честно говоря, чтобы у нас тут был какой-то экономический рай, вот Европа себе сделала вот экономический рай небольшой, да, пусть там не совсем рай там, но, в общем, очень неплохо, вот пришли другие люди и будут этим раем скоро пользоваться и превратят его в ад, вот, вот, вот здесь вот ровно то же самое, что с жизнью отдельного человека, вот мы с вами все, каждый из нас родились не для того, чтобы вкусно есть, сладко спать и там, как в советские времена это было, да, купил люстру, купил диван, купил там стенку, да, там машину москвич, да, потом там еще что-то там модное, то сейчас вот эти бренды изменились, да, так сказать, названия, так сказать, признаки благополучия, мы не для этого в мире родились, мы должны оставить какой-то духовный след и какой-то духовный какой-то продукт в этом мире, вот то же самое верное в отношении государства, государство живет не для того, чтобы в нем было хорошо, как бы ни говорили это наши, там, наши все политики, мы будем там жить лучше, там, программу какой партии не почитаю, благосостояние людей для нас главное и так далее, но это совершенно ложные цели, вот, и, конечно, благосостояние это вообще там, мало того, что это только средство, так оно еще и негодное средство, от слишком хорошего благосостояния люди, мозги жиром заплывают у людей, вот, поэтому вообще такую цель для государства не приемлемо, вот, если государство, как это сделало в свое время, в проекте Екатерины Второй, он в чем заключался, да, вот мы ее все время там ругали, она там, что она сделала, она освободила дворян от службы, но она была фанатично привержена идеям просвещения, и она освобождала дворян от службы не потому, что она хотела, чтобы был класс аристократии, который там занимается псовой охотой, значит, вкусно ест, сладко спит, эксплуатирует несчастных крестьян, и какая-то часть так и стала этим заниматься, вальсы Шуберта, хруст французской булки, и, значит, балы, красавицы, лакеи, юнкера, все это было действительно, но другая часть совершенно иначе восприняла это освобождение, службы с аристократа, с двоенина никто не снимал, и служба его на государстве заключалась, служба идеям просвещения, то есть, если ты не служишь с ружьем в руках на коне и сабле, то ты должен служить тем, что ты пишешь стихи, что ты рождаешь собственных латонов и нефтонов, да, что ты ходишь в археологические экспедиции, как это делали наши дворяне, да, ездили там, как Микруха Маклайк по пуасам, значит, и считали, что это служение России, да, осваивали какие-то новые земли, ездили в какие-то этнографические экспедиции и так далее, и таким образом в 19 веке вдруг внезапно возникла и русская наука, так сказать, мирового совершенно уровня, и русская литература та самая, о которой мы гордимся. То есть, вот, когда спросили бы, да, что Россия миру предъявила, да, ну уж, конечно, не какое-то там материальное благо. Вот там Америка скажет, мы там гамбургер предъявляем, а мы говорим, а мы Достоевского предъявляем. Но это тоже неправильно говорить, потому что в Америке тоже большая культура, то есть у них есть и великие писатели, и великие ученые, но, грубо говоря, перед Богом Америка будет отчитываться не гамбургерами, а именно этими людьми, так же, как и Россия будет отчитываться там и Балетом, и Чайковским, и всеми остальными. Вот что мы должны порождать, вот цель существования государства, цель существования государства и общества это культура, у нас поэтому министерство культуры должно быть самым главным, министерство образования должно быть самым главным, не остаточные принципы, а вот именно это. Вот, а всевозможные, значит, материальные блага, да, нас все время сравнивают, с какой ВВП у какой страны, сколько на душу населения, и это вот критерии сравнения. Давайте, ребята, сравнивать другое, давайте будем сравнивать, сколько у нас там писателей в стране, сколько там композиторов, сколько там, значит, каких там книг, там поэтов в конце концов, сколько, да, еще там что-то, давайте введем эти критерии для сравнения и посмотрим, что получится. Вот, как они читаются, насколько они там гениальны, их трудно сравнивать потому что может один быть поэт какой-нибудь шекспир в англии там да он там может один был в тот момент да но он сделал целую эпоху и до сих пор там его весь мир читает может быть и количественные показатели как раз они легко для экономики сколько штук там продано каких-нибудь железных болванок для культуры количественные показатели трудны но когда культура растет она неминуемо начинает бы вот ее качество она неминуемо становится известным всем другим людям другим странам и так далее вот если мы этой как раз культурой будем что называется не известный в мире да не вот тем сколько у нас оружие или там тем более уж не тем сколько мы там каких-то там долларов или там на душу населения имеем или еще что-то именно вот этой самой культурой да и самыми читаемыми авторами до самыми влиятельными учеными которые там изобрели что-то сделали хотя еще раз эти области они тоже там значительные области на поняли монополизированы вы спросите любого ученого вы обнаружите что опубликоваться в западном журнале чрезвычайно трудно не потому что там качество какое-то другое они просто это не публикуют высылаются статьи они в лучшем случае публикуют так опять таки для того чтобы создавать ощущение некого многообразия дескать вот мы не только своих тут своих университетских публикуем но и вот тут какого-то вьетнамца и вот заодно тут русского какого-то вот видите ребят толерантненько все у нас а остальных там 90 процентов русских да которые там качественнее может быть пишут какие-то материалы все они просто не публикуют а потом год ребята степень цитируемости плохая у вас потому что эти структуры которые ведут индексы цитируемости которые дают премии соответствующие так далее не тоже в их руках поэтому здесь нужно альтернативные вещи создавать посмотрите рейтинги вузов вот этот человек сам вузовский езжу всегда по университетам там 40 стран и посетил и без его всех я был в университетах различных это просто ну я понимаю какое 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 качество образования каким предметом где ну действительно хорошо а где плохо рейтинги которые мы видим вузов они вообще никакого отношения не имеют к реальности там на десятом месте стоит какой-нибудь австралийский университет потому что это англосаксонский мир они там сидит вот сидит в австралии у них там ни корней нет никаких традиций нет ничего выпускники там того же гарварда там осели и по своим связям публикуются в тех же западных журналах повышают цитируемость и вот ты на десятом месте в рейтинге как самый лучший вуз при этом там ты мало чему сможешь научиться особенно в таких серьезных гуманитарных особенно дисциплинах какой-нибудь экономики может еще и научишься более-менее там на уровне того же там какого-нибудь обычного европейского университета так что с без боя эту сферу тоже никто не отдаст но в любом случае вот в этой сфере хотя бы конкурировать стремиться действительно надо в отличие от экономики которая понятно что это утопия да все большинство людей все время хочет лучше жить там и так далее осуждать за это не имею права но властители государства до власть государств она должна так не должна подменять ложные цели для себя то они должны понимать что они должны культивировать именно культуру все тогда получается нет конечно это все равно что можно сказать а варваре не работа там жать детей учиться но при этом дистанцироваться от идеологии нет конечно это все равно что можно сказать а варваре возможно для человек без головы ну наверное такие у нас есть там какие-то инвалиды эти вот овощи которые лежат в этом сам но их тогда кто-то будет кормить капельницы им какие-то ставить там видимо до чтобы поддерживать так называемую жизнедеятельность внутренних сам такой человек не будет продуцировать никакую жизнедеятельность да он может быть только объектом ухода некого да вот или разведение да когда вот кроликов разводят таких людей можно разводить чтобы они там что-то копошились что-то делали потому что все в нас вся наша деятельность она пропитана идеологическими всевозможными микропрактиками то как вот сейчас сидим с вами то как мы говорим наш язык он итоге несет внутри мировоззрение определенно вот каждый язык от мировоззрения да так вот доказали там филологи да у эскимофский язык диктует определенное мировоззрение там арабский другое там мировоззрение тогда уже внутри этого языка содержится мировоззрение поэтому мы с помощью языка видим мир это не какая-то идеология смысле как как программа партии изложенная в книгах но внутри языка там закопаны многотысячелетние смыслы которые мы многие забыли из них вот еще раз порекомендую ролик который на ю тубе у меня есть ведение в гераклита вот там можете но он там на целый час но там просто микропрактики как раз рассказывается вот известным нам очень многим феноменом которым которой мы в жизни постоянно сталкиваемся да там дается определенное объяснение показывается корень из которого они растут и таких микропрактику очень много вот любой стол и стул это они не просто так они взялись благодаря определенной идеологии стул это алтарь например был в прошлом да вот и так далее еще что-то и мы в этой идеологии все живем мы в ней купаемся поэтому говорить что может быть какое-то общество без диалоги это просто невозможно ну что ж на этом все спасибо вам спасибо за вопрос кто приобрел книгу пожалуйста уходите сюда сейчас здесь можно получить автограф